Всем привет! Меня зовут Кирилл. Сегодня мы с вами замоделим книжный, ну или не книжный, шкаф. Итак, приступаем. Надеюсь, что у вас все хорошо, надеюсь, что вы в хорошем настроении. И в правом нижнем углу вы видите кнопки, которые я нажимаю, и можете повторять за мной. Итак, книжный шкаф. Естественно, начинаем с куба. Итак, предлагаю опробовать новый модификатор, который я еще не использовал в своих, так сказать, уроках, который называется Mirror. Это у нас зеркало, либо зеркальное отражение. Итак, шкаф у нас будет состоять из кубов, естественно. Переходим в режим редактирования. В режиме редактирования выбираем всю модель, буковка А на барабане, потом G, Y, сдвигаем в сторону, переходим во вкладку, которая называется Modifier Properties. Здесь в выпадающем списке находим Mirror. В Mirror мы выбираем ось, Y, X, отключаем, и у нас получилось два объекта, которые будут... Все действия, которые мы будем производить здесь, будут отражаться на той стороне. Итак, мы начинаем делать шкаф. Не забывайте, что всегда нужно иметь при себе референс, на который вы будете смотреть. У меня этот референс стоит за спиной. Поэтому я его буду моделить. Правильно? Правильно. Ой, Capsule Look. Случайно нажимаю Lock или Capsule Look. Так. Вытягиваем куб наш бывший. Отлично. Можно, в принципе, поднять над уровнем моря. Вот так. Можно его чуть-чуть делать поуже. Отлично. Пока что так. Можно еще чуть-чуть поуже. Сейчас я вам покажу кое-какую магию. Смотрите. Берем верхний полигон. Нажимаем Shift D. То есть мы сделали дупликат этого полигона. S-Scale. Отскейливаем. Делаем равносторонним. Равноудаленным от нашего предыдущего объекта. Вот куба, который мы растянули. И мы его опускаем на самый низ. Далее мы что делаем? Мы переходим во вкладку снаппинга. То есть при собачивании, при магничивании здесь выбираем вертекс. Closest должно стоять. И нажимаем на магнит, чтобы он загорелся хидингем. Нажимаем букву E. Extrude. И получается у нас вот такая вот штучка. Дальше. Мы берем, ну или смотрим на наш референс. Мне кажется, надо чуть-чуть уже сделать. Но не бойтесь утрировать. Если вы делаете объекты для компьютерной игры, то если что-то получается чуть больше, то это вполне неплохо. Потом нажимаем Shift D. Нажимаем GZ и GZ с включенным снаппингом. И у нас получается вот так. Дальше мы выбираем верхний полигон и чуть-чуть поднимаем. Хорош, хорош. Дальше. Создаем новый куб. Есть. Создали. Получилось. Выключаем снаппинг. Поднимаем куб. В режиме редактирования расширяем. Сужаем. Расширяем по X. Опускаем. Можно как раз приснапить. Кстати, нажимаем магнит GZ. И он приснапливается к нашей верхушке. Дальше. Мы. Что делаем? Во-первых, надо его ужать по Y. Дальше нужно прокинуть пару ребер. Это ребро. Этот полигон расширяем. По Y, наверное, можно не расширять. Точнее, по X. Только по Y. Пока что так. Хотя нет. Вон у меня. Так. Вот так. Дальше мы GG. А я тут просто GZ. Получилось немножко великовато. Поэтому мы что делаем? Немножко подбираем форму. Есть. Есть. Есть контакт. Дальше. Нам нужна стенка. Shift-A. Куб. Стеночка. Стеночка. Хотя давайте сначала сделаем то, на чем он все держится. GZ с включенным снаппингом. Оп. GY с включенным снаппингом. GY с включенным снаппингом. А это просто поднимаем. Примерно вот так. GX. GX. И даже не так, а чуть-чуть выступает по Y. Вот так. И по X тоже. Давайте немножко выступим. Хотя вот с этой стороны. Ну я заднюю стенку не вижу. Но мне кажется, что задняя стенка все-таки плотная, плоская. Попробуем ее тут. Ну нет. Давайте так оставим. Если нам не понравится в итоге форма, мы ее поправим, естественно. Теперь Shift-A. Mesh. Cube. Cube-Cube-Cube. Что делаем? GX. Поднимаем. GZ. GZ опускаем на поверхность нашей доски. GZ. GY. GY. Хотя нет. Нам нужен GY. Вот такой. GY. Вот. Так вот. Вот. Вот сюда GY. Вот. Мы видим тут у нас идет Z-Fight. Это наши полигончики пересеклись. Поэтому что делаем? Приберем GY. Что-то тут тоже было? Нет. Показалось. Так. По-моему тут. Нет. Все нормально. Дальше. А. Да. Надо довести до конца. Смотрим со стороны. GX. Делаем стенку. Стенка получилась. Теперь у нас остались ножки. Полка. Точнее полки. И здесь такая у нас загогулина будет. Что мы делаем? Чтобы сделать ножку. Предлагаю сделать ножку из вот этой штучки. Находим. Берем куб. Бывший наш. Tab. Выбираем. Вот эту штучку. Чтобы выбрать целый объект. Нажимаем букву. Наведя. Как сказать. Наводим мышку на объект. Нажимаем букву L. На клавиатуре. Выбрался весь объект, который мы создавали. Угу. Запалил. Так. Нажимаем Shift D. Копируем. Причем копируется еще и вот с отзеркаленным объектом. Так. Так. Здесь. Вот так. И я бы здесь выбрал через Alt все полигоны вокруг. И взбудил. Так. Угу. Это конечно форма не самая заметная. Но. Пусть будет так, как есть. Угу. Дальше. Наши действия. Я видел тут Z-Fight. Это когда полигоны пересекаются в одной плоскости. Переходим в режим редактирования. Выбираем полигоны внутренние. И GY. Все. Прибрали. Так. Задняя стенка. Мне наверное легче встать и посмотреть, что там с задней стенкой происходит. Задняя стенка немножко выступает. Чуть-чуть. Так что ли. Как-то очень странно. Ну ладно. Производителям виднее. Точнее создателям. Так. Дальше. Что мы делаем? Какой-то глубокий шкаф получился, да? Мы это приберем. В конце концов. Shift A. Либо мы можем взять вот эту доску. И сделать из этого полки. Давайте сделаем перекладину, чтобы у нас было понятно, что тут, так сказать, верхушка есть. Как мы это сделаем? Можем сделать прям прямиком из этого куба. Выбираем через букву L. Кнопку L. Объект. Shift D. Скопировали. Нажимаем P. Selection. Отделили объект от всей модели. С вида спереди. Переходим. В режим редактирования. Берем режим Wireframe. То есть сетки. Выбираем весь наш объект. G. Y. Приснапливаем. В менюшке ProMirror нажимаем кнопочку Clipping. Это означает, что мы, когда объекты встретятся, они приклеятся. Удаляем внутренний полигон. Сужаем этот полигон. Включаем Snapping. Вот как-то, наверное, вот так. И делаем следующее. G. Y. Вот. Точнее, я не тот выбрал. Извините. Вот. Выбираем эти точечки, которые друг на друга смотрят. И G. Y. Все, магия свершилась. Это теперь цельный объект, который будет реагировать на все мои действия с левой стороны. То есть, если все, что я сделал слева, будет то же самое происходить с правой стороной. Теперь нам нужно приподнять вот эти точки примерно наполовинку, да? Ну, как-то вот так. Угу. Добавляем через Ctrl-R пару сечений. И теперь нам нужно сделать следующее. Так. Угу. Угу. Так. Вроде бы похоже. Но надо сделать поуже. Лучше сделать поуже изнутри. Вот так. GX. Есть. Получилось? Получилось. Следующим шагом мы даваем полки. Полки я сделаю из донышка. В полках мы применим еще один модификатор. Поднимаем полочку наверх. Переходим в режим редактирования. Так. Скейлим вовнутрь. Так. Заднюю стенку двигаем вот вглубь. Так. Сейчас гляну, как у меня на референсе. Ну, немножко полка. Ну, пусть будет так. Угу. Следующим шагом мы сделаем, добавим новый модификатор для этой полочки. Заходим модификатор и находим модификатор Array. Так. Он создает копии этого самого объекта в определенном направлении и определенного количества. Мы все это выбираем сами. Так как мы полочки хотим выдвинуть наверх, нам нужна ось Z. Мы прописываем единичку по оси X0. И вот у нас теперь две полочки лежат друг на друге. Мы выдвигаем полку на цифру 3, допустим. Это мало. Давайте сделаем 7. Сколько у нас должно быть полок? Так. G, Z. Пусть будет у нас вот столько полок. Ну, это, по-моему, это многовато. Давайте, у нас будет 4 полки. Как-то так. Угу. У меня, правда, 5 полок. Давайте попробуем сделать 5 полок. Пусть будет меньше этих самых расстояния. Меньше будет как-то так. И чуть-чуть ниже. Нет. Вот эта полка верхняя, она должна быть вот тут. В итоге. Получается. Мне нужно уменьшить и приподнять. И в итоге у нас получается то, что нужно. Отлично. Все, как я хотел. Что еще можно добавить? Ммм. В принципе, ничего. Что бы я... Можно здесь, конечно, уменьшить количество сечений. Dissolve Edge. И этот угол, точнее, ребро двигаем с помощью двойного G. Теперь здесь слишком явный скос. Все. Поправили. Вроде бы поправили. Угу. 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 А, вот здесь. Еще не все. Здесь еще не все. Предлагаю сделать Extrude. Либо... Да, вот здесь неправильно. Как бы вам сделать попроще? Хотя, зачем проще? Мы же урок проводим, правильно? Выбираем верхний объект. Нажимаем Tab. Переходим в режим редактирования. Выбираем верхний полигон. Нажимаем Ctrl, плюс. Раз. Два. Мы выбрали все вокруг дважды. Нажимаем P. Отделить объект от нижнего. Все. Теперь у нас этот нижний... Эта нижняя доска, она отдельная. Но у нее нет крышечки. Что мы делаем? Мы переходим в режим редактирования этой самой доски. И выдвигаем ее. S, X, S, Y. И выбрав верхние ребра, нажимаем F. Заливаем ее полигоном. Теперь осталось подправить форму. S, Y, S, X. Здесь мы... S, Y, S, X. Ну, и получается у нас крышечка чуть пониже или повыше. Так. Раз, два. Это мы немножко приподнимем. У нас получился шкаф. Нифига себе. Вот это да. Вот это мы молодцы. Вот здесь выдающаяся вот эта штука. Мне не очень нравится. Портит форму немножко нам. И статистику. Что мы сделаем? И вот это тоже выдается вперед. Мы выбираем этот полигон и этот полигон. И с включенным снаппингом ищем точку нужную. Нужную точку у нас есть вот тут. G, X. Есть. Снизу полигоны пересекаются. Мы видим. Потом берем дно стенки. G, Z. Поднимаем до уровня этой балки. Или палки. И у нас все ровненько. Отлично. Тут стеночка на месте. Тут полочки на месте. В итоге у нас есть вот такой шкаф. Если у вас шкаф получился еще круче, то не забудьте об этом мне сообщить. Поделиться. Давайте что еще сделаем. Мы можем поднять все это дело на уровень пола. Все. Шкафчик готов. Шкафчик готов. Отлично. Мы молодцы. На этом все. С вами был Кирилл. Не забывайте подписываться на канал. Оставляйте свои комментарии. И до скорых встреч в новом видео. Всем пока-пока. Кстати, я забыл про небольшое дополнение к тому, что мы сделали шкаф. Необходимо после того, как мы сделали объект, проверять его на наличие вывернутых нормалей. Что это такое, мы, возможно, объясним вам. Я, возможно, объясню вам позже. Русский язык, приди на помощь. А пока я научу вас избавляться от них. Для того, чтобы узнать, есть ли у нас в модели вывернутые нормали или нет, мы переходим во вкладочку вот эту. Viewport Overlays. Находим здесь Face Orientation. Ставим галочку. И объект раскрашивается синий, либо в красные цвета. Синий цвет означает, что нормали в порядке. А красный означает, что нормаль вывернутая. И, как вы видите, у нас они есть. И, скорее всего, они у вас тоже будут. Обязательно всегда проверяйте. Всегда. Это просто жизненно необходимо. Чтобы избавиться от этих самых нормалей, нам нужно выбрать эти объекты. А этот объект вставлен сюда. Поэтому сначала выберем эту полочку. Нажимаем Tab. Выбираем все полигоны, которые красные. Нажимаем F3. Вызываем поиск. Пишем Flip Normals. И у нас есть такая кнопочка Flip Normals. Оп. И у нас нормали стали синенькие. То есть, они стали нормальными. Нормальные нормали. Переходим в объект, который стенка. Выбираем с помощью кнопочки L верхний объект. Нижний объект. И вот этот объект тоже. Нажимаем. Так, секундочку. Нет. Делаем так. Мы сбрасываем все. Да, самое главное. Сбросить сначала все. Потом выбираем этот объект, этот объект и этот объект. Нажимаем F3. Flip Normals. Объект идеален. Можно использовать где хотите. В игре. Какой-нибудь в своей. А вот если вы хотите использовать в своей игре. А вы знаете, что нужно сделать? Давайте мы выключим Face Orientation. И перейдем в объект. И удалим все внутренние стенки, которые не видно нашему глазу в игре. Тут. Тут. Вот здесь. Еще где. Здесь. Нет, нет. Ты. Удалили так. Удалили вот так. Это прям доп-доп урок такой. Прям вот так удалили. Что дальше мы еще удаляем? Ну чаще всего дно мы не видим. Но пока оставим, мы же видим. Сейчас. Поэтому для себя мы оставим. И еще что? У стеночки. Заднюю. Удаляем верхушечку. Удаляем низушечку. Удалили. Удалили. Что еще у нас осталось? Из невидимых. Вот у этой верхней штуки есть внутрь. А нет, там ее нету. Уже нету. Все отлично здесь. Все хорошо. Посмотрели. Оценили. И в игру загрузили. Да? Ага. Я знаю, что можно удалить его в верхние вот эти. Оп. И задние вот эти. Оп. Все. Моделька готова к игре. Ура. Поздравляю. Можете все раз в юнити пихать. Все. На этом закончилось.